МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. Празднование 8-й годовщины русской весны в Севастополе завершилось ярким концертом на площади Нахимова. В годовщину русской весны в Севастополе продолжили собирать помощь беженцам из Донбасса и Украины. В здании диорамы штурм Сапун-горы реконструировали полотно и предметный план. Найти и заблокировать студенты Севастопольского государственного университета отметили годовщину создания движения киберагенты информационной безопасности. Празднование 8-й годовщины русской весны в Севастополе завершилось ярким концертом на площади Нахимова. Выступление артистов началось в 18.00 и завершилось ближе к полуночи. Для зрителей свои программы представили местные музыкальные и танцевальные коллективы, включая любимый севастопольцами ансамбль песни и пляски Черноморского флота, а также приглашенные звезды российской эстрады Юлия Чичерина, Олег и Родион Газмановы и группа «Любе». Севастополь! Вместе! Крым! Россия! Местные жители и гости города стали собираться на площади Нахимова задолго до начала концерта. И несмотря на минусовую температуру и по-настоящему морозную погоду, она оказалась заполнена практически полностью. В первой половине концерта перед севастопольцами выступили местные творческие коллективы, в том числе, любимый горожанами ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Севастопольский мальс, молодые дети, где светит синий раз ваши глаза менькие. Поздравить севастопольцев с праздником пришли губернатор города Михаил Развожаев и председатель законодательного собрания Владимир Немцев. Сегодня у нас важный день. Восемь лет мы дома, севастопольцы. Спасибо вам за то, что вы сделали восемь лет назад. Каждый год на этой площади мы вспоминаем эти дни. Кажется, восемь лет — это большой срок, но начинаешь разговаривать с каждым севастопольцем и понимаешь, что эмоции сильные, как будто это было вчера. Севастопольцы — мужественные люди, сильные люди. Севастополь, вот знаете, плакат, один из плакатов «Русской весны», я смотрел хронику, там было написано, я сегодня об этом говорил Лужникам. Москва — сердце России, Севастополь — душа России. И это точно так. Правда, Севастополь? Восемь лет назад мы с вами изменили ход истории. Мы показали всему миру, что значит воля народа, что значит единение, что значит настоящая демократия. Мы — севастопольцы, мы — россияне, вместе со всей страной смело идем вперед в будущее, не забывая свое прошлое и продолжая чтить наши традиции и наших героев. С праздником! С возвращением домой! Первые лица города исполнили гимн Севастополя вместе с солистами ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Несколько тысяч человек не испугались мартовских холодов. Для зрителей работали павильоны с горячим чаем и кофе. Ближе к ночи мороз усилился. Ничего, мы погрелись чаем, походили и опять пришли. Нам очень нравится, замечательный концерт. И, конечно, замечательный день сегодня. И мы за Донбасс, за Украину, за наших воинов, чтобы они все вернулись живыми домой. Безумно счастливо, что мы уже дома, 8 лет. Это такое счастье, не могу передать просто словами. Просто одни эмоции — счастье. Счастье, гордость за страну. Безумно счастливо. С праздником всех поздравляем с праздником. Мы очень рады, что вы в России. Мы поздравляем всех крымчан и севастопольцев с русской весной. Далее перед севастопольцами выступили приглашенные гости. Среди них были Родион Газманов и рок-певица Юлия Чечерина. Но все зрители ждали, когда на сцене появятся хедлайнеры этого вечера. Олег Газманов и группа «Любэ». Кого ждете больше, Олега Газманова или «Любэ»? Знаете, люблю всех. Что «Любэ», что Олега Газманова. Они все замечательные. Олег Газманов и Николай Расторгуев днем выступили на концерте, посвященном годовщине русской весны на стадионе «Лужники» в Москве. Артисты при помощи военной авиации к вечеру успели добраться и до Севастополя, чтобы порадовать горожан своим творчеством. Там за туманами, вечными пьянами, там за туманами любят, нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Это очень тяжело, конечно, со слезами на глазах. Мы каждый день плачем. А сегодня пришли поддержать. Вспомнили 8 лет назад, как мы стали снова Россией, вернулись в родной дом. Олег Газманов исполнил любимую многими песню «Офицеры». Люди на площади Нахимова с замиранием сердца слушали каждую строчку и подпевали. Тем, кто выжил в Афгане, Свою честь не изгадив, Кто карьеры не делал От солдатских кровей, Я пою офицерам Матерей пожалевших, Возвратив им обратно Живых сыновей Конечно, мы один народ. Мы все братья, И мы не хотим никому плохого. Рука на пульсе. У нас у всех семья там. А пульс действительно чувствует любое сердце. Он то очищается, То дает восстановление. Мы один народ. Как Газманов поет, Я рожден в Советском Союзе, Я рожден в СССР, Поэтому мы одна семья. Мы славяне, Мы братья, Не только друзья, Мы православные. Отсюда началась Вся Православие. Завершала концерт Выступление группы Любе. Ждет Севастополь, Ждет Камчатка, Ждет Кронштадт. Эти слова с особенной теплотой Разлетелись по площади Нахимова, Как и другой хит в исполнении Николая Расторгуева. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севенфорумбюро. Годовщину русской весны В Севастополе продолжили собирать помощь беженцам из Донбасса и Украины. С полудня на площади Нахимова заработали пункты приема гуманитарки. Местные жители приносили все самое необходимое для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Продукты питания, одежда, игрушки для детей. Севастопольцы приносят на площадь Нахимова все самое необходимое. В этот праздничный день, восьмую годовщину русской весны, многие горожане приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донбасса и Украины. Мы не могли остаться равнодушными, потому что когда-то, восемь лет назад, сами были в очень непонятной ситуации. И для нас, жители Донбасса и вообще всей Украины, это наши братья, сестры, поэтому всегда хочется помочь, чем можем поделиться. У меня даже ребенок сам собирал игрушки, говорил деткам. За несколько часов два автофургона уже оказались заполнены наполовину. Акция длилась до позднего вечера, и волонтеры заявляли о планах подогнать на площадь еще несколько грузовиков. Люди приносят абсолютно все, продукты питания, средства личной гигиены, одежду, игрушки, детские смеси и так далее. Гуманитарная помощь отправляется беженцам ДНР, ЛНР Украины и Ростова. И также на Ленина 39 штабе, который я уже упомянула, мы выдаем эту единовременную помощь прибывшим уже в Севастополь. Кто-то приносит целые коробки с растительным маслом и консервами, кто-то небольшой пакет с продуктами и вещами. Принесли помощь братскому народу Донбасса. Поэтому с каждого по нитке голому рубаха. Будем надеяться, что скоро все закончится и все приедут к нам в Севастополь радоваться свободной жизни. В акции приняли участие люди разного возраста. Многие приходили целыми семьями. Ну как, свои же люди, русские люди. И мы в 2014 году тогда помогали тоже, когда гуманитарную собирали, когда на наши блокпосты требовалась какая-то помощь и продукты питания, и одежда. Ну и сейчас не могли, конечно, пройти мимо. Акцию по сбору гуманитарной помощи организовали штаб «Мы вместе Севастополь», а также представители студенческих отрядов и волонтеры-медики. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севенформбюро. Механическая зачистка несет угрозу стенам здания в византийском дворике Херсонеса. Заместителя председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степана Самошина возмутили работы, начавшиеся в музее. Он предоставил редакции нашего телеканала фото и видео текущего состояния фасада бывшего настоятельского корпуса Херсонесского монастыря. По словам Степана Самошина, одной из старейших построек нашего города в этом году исполнится 160 лет. И, судя по всему, в музее-заповеднике решили, что свой юбилей здания должно встретить в новом обличье. Это не только одно из старейших зданий вообще Севастополя, но одно из лучших на недавнее время по своей сохранности. И, конечно, особый шарм, колорит ему придавали вот эти древние уже по нашим меркам. Стены с благородной патиной, с атмосферой старины и где-то даже романтики. Трудно себе представить без этого здания наш любимый византийский дворик. В прошлом году еще стало известно о том, что в здании планируется ремонт. Тогда, в декабре, Степан Самошин подал заявку на включение бывшего здания настоятельского корпуса Херсонесского монастыря в список объектов культурного наследия. Однако ответа чиновников пока не последовало. Зато в византийском дворике начались ремонтные работы. Мы видим, что эти стены стали механически зачищать. Теперь они такие беленькие. Причем это выглядит не только дико, чисто эстетически. Это может нести им угрозу, потому что если эти камни чем не обработать, то тот защитный слой, который на них образовался со временем, вот эта патина, которая их и защищала, без нее они могут быть подвержены влиянию и плесени, и вообще, и разрушению. Ранее строители уже заменили часть старинных дореволюционных окон на пластиковые. Сейчас, по убеждению историка, необходимо остановить работы, выяснить судьбу демонтированных храм и разработать проект реставрации здания. Кроме того, под угрозой находятся и прочие атрибуты. Старинные двери, решетки вентиляции, лепнина. Но еще более невосполнимые утраты – это, конечно, деревянные окна. Оригинальные, дореволюционные, с латунными ручками. Они даже не пытаются повторить растекловку. Это просто самые простейшие, самые банальные, ужасные стеклопакеты. Как это может быть? Поразительно вообще, как это здание 160-летнее в историческом музее, где каждый сотрудник, почти это историк, могло оставаться не объектом культурного наследия все эти годы. И как можно было столько лет делать вид, что это не историческое здание. На Сапун-горе расконсервировали полотно диорамы и предметный план. Капитальный ремонт здания, начавшийся прошлым летом, уже вышел на завершающий этап. Заместитель директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Дмитрий Бойко рассказал, что к 9 мая для посетителей откроется обновленный вестибюль диорамы и помещение, где расположено само полотно. Еще перед тем, как приступить к капитальному ремонту здания, полотно диорамы «Штурм» Сапун-горы 7 мая 1944 года покрыли специальными защитными листами. Для их крепления использовали осетровый клей. После расконсервирования его остатки убирают с помощью отбеленного льняного масла. На сегодняшний момент вы видите, музей приступил к завершающему этапу реставрационных ремонта капитальных работ по зданию диорамы. На данный момент расконсервируется полотно и предметный план, которые были защищены на время проведения строительных, реставрационных работ. Сейчас выполняется ряд мероприятий по его расконсервации и подготовке к экспонированию в том виде, в котором мы его и закрыли. С полотном работают опытные специалисты. Что касается ремонта самого здания, процесс вышел на финишную прямую. В музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя планируют завершить все работы ко Дню Победы, чтобы уже 9 мая открыть весь тюбюль и принимать посетителей. Сейчас мы ждем, когда на вот этот вот каркас нам привезут вновь изготовленный зонт-рефлектор, который принимает солнечный свет и передает его на полотно. А цокольный этаж для посетителей будет закрыт, потому что там будем приступать к работам по реэкспозиции, то есть созданию новой экспозиции, которая будет также предоставлять возможность увидеть как оборону, так и освобождение города Севастополя. В ходе работ по расконсервации полотна и предметного плана диорамы реставраторам открылись необычные находки. В процессе работы были найдены довольно интересные предметы. Внизу, под подиумом, на предметном плане была найдена вот такая вот палитра. Ее художники использовали, чтобы нанести блики, разные оттенки на предметы предметного плана, чтобы списать с холстом, чтобы все это смотрелось действительно. Ну, вот, да, очень интересный момент. Можно посмотреть, какими красками пользовались. И еще один очень интересный предметик. Ну, такой рабочий инструмент, наверное, скорее всего, он остался от предыдущих реставраторов. На холсте уже были реставрационные работы. Кое-где есть порывы, и вот они заплаты при помощи этого устанавливали. С одной стороны сидит человек, прижимает холст, а другой человек с обратной стороны холста там производит работы, делает заплаточки. Здание диорамы закрылось на ремонт 5 августа 2021 года. Перед рабочими стояла задача отреставрировать фасад, декоративные элементы, смотровой балкон, входную группу, металлическую лестницу, интерьеры, заменить кровлю и выполнить обустройство инженерных сетей. Для этого было выделено чуть более 58 миллионов рублей. Само полотно в музее тоже планируют реставрировать, но уже после туристического сезона. К специалистам, которые захотят взяться за такую щепетельную работу, будут предъявлены самые строгие требования. Важно, чтобы реставраторы понимали всю значимость музейной экспозиции и имели высокую степень подготовки, считает заместитель директора по капитальному ремонту и реставрации Музея обороны Севастополя Дмитрий Бойко. Дарья Юхновская, Юрий Рютин, Севенформбюро. В рамках масштабных командно-штабных учений севастопольские спасатели ликвидировали крупный условный пожар в лесу. Отработка действий по устранению последствий чрезвычайной ситуации прошла в четверг 17 марта в районе горы Гасфорта, о чем сообщает пресс-служба ведомства. По легенде у нас был пожар в лесном массиве. Первоначальная площадь пожара была 2 гектара, затем в связи с погодными условиями с усилением ветром стало 25 гектаров. Также была угроза населенным пунктам, двум населенным пунктам. На месте происшествия развернули межведомственный оперативный штаб. Силы МЧС и территориальные подсистемы РСЧС были переведены в режим «Чрезвычайная ситуация». К работам привлекались и другие экстренные службы и ведомства, а также добровольческие организации. Были задействованы силы и средства от РСЧС в количестве 165 единиц личного состава, из них 56 единиц техники, от МЧС было задействовано 56 человек личного состава, 28 единиц техники. В ходе обследования территории волонтерами-кинологами в лесной полосе были обнаружены двое условно пострадавших. Людей своевременно вывели из задымленной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Тушение крупного лесного пожара это уже второй этап командно-штабных учений. Днем ранее севастопольские спасатели отрабатывали действия по устранению последствий паводка. Благодаря слаженной работе всех привлеченных сил, оба этапа маневров были успешно пройдены. Севастопольские села обеспечат интернетом к 2025 году. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на интервью директора Департамента цифрового развития правительства города Александры Осиповой. Она признала, что в отдаленных районах Севастополя и ряде сел имеются проблемы с мобильной связью и беспроводным интернетом. Так, во Флотском, Морозовке и Камышлах отсутствует доступ ко всемирной паутине. А в селах родное, родниковое и передовое низкое качество связи. Далее цитата. Правительство города, понимая, что местные операторы мобильной связи не имеют коммерческой заинтересованности в развитии своих сетей в требуемом объеме, обратилась в правительство Российской Федерации с просьбой о финансировании из федерального бюджета строительства инфраструктуры мобильной связи и были услышаны, поделилась Александра Осипова. Она уточнила, что в Севастополе запланировано возведение антеннно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования в рамках госпрограммы развития Крымского полуострова до 2025 года. На эти цели из федерального бюджета выделено около 335 миллионов рублей. Также в текущем году запланировано строительство базовой станции мобильной связи в селе Резервное. По итогам реализации этих задумок севастопольцы получат сеть стандарта 4G или LTE, которая обеспечит устойчивый доступ к интернету на всей территории города. Для севастопольских студентов готовят практический хакатон. Конкурс IT-разработчиков состоится в Севастопольском государственном университете в начале апреля. Ребят приглашают попробовать свои силы в решении задач самого разного уровня, в том числе и таких, которые могут быть воплощены в реальный продукт. Генеральный директор группы компании Enjoy Development Дмитрий Коркин рассказал, что свои пожелания для участников готовят представители предпринимательского сообщества. Мы пригласили бизнес, чтобы сами представители бизнеса сформировали свои задачи. Мы их адаптируем для студентов, так, чтобы реально у них была возможность в течение 30 часов сделать эту задачу, эту разработку. То есть по результату хакатона мы имеем реальный продукт, который может быть использован. за один день студенты погрузятся в реальный процесс создания IT-продукта. Подобный хакатон компания Enjoy Development проводила в Севастопольском государственном университете и в прошлом году. По результатам прошлого года многие ребята на самом деле уже работали в разных компаниях, но также мы выбрали для себя около пяти специалистов, которые продолжили работу с нами. Это наше мероприятие, оно гемифицировано. То есть тут мы еще даем всякие задачи, которые нужно решать помимо технических заданий, еще всякие интересные задачи, которые нужно решать на протяжении всего мероприятия. Таким образом мы их погружаем в эту сферу, сами для себя смотрим перспективных кадров и специалистов, ну а ребята тренируются. Принять участие в хакатоне могут все желающие, а победителя ждет ценный приз. IT-соревнование пройдет в начале апреля. Студенты Севастопольского государственного университета отметили годовщину создания киберагентов информационной безопасности. Движение начало свою деятельность 13 марта 2021 года. В течение года волонтеры искали запрещенный контент в интернете и отправляли заявки на блокировку этих материалов в Роскомнадзор. Кроме того, киберагенты провели несколько лекций в городских школах на тему защиты от мошенничества. Состав участников движения за год разросся до 30 активистов. Свободное от учебы время эти студенты проводят в интернете, но по делу. Посещая популярные сайты, форумы и социальные сети, они фиксируют информацию, распространять которую в России запрещено законом. Активисты называют себя киберагентами информационной безопасности. Свою деятельность в стенах Севастопольского государственного университета они ведут на протяжении года. Движение зародилось 13 марта 2021 года. К нам пришли сотрудники ОМВД по городу Севастополю и предложили такую идею, как блокировать экстремистский контент в сети интернет. За год мы уже заблокировали более 240 ссылок экстремистского материала и посетили уже более 11 школ города Севастополя. Также выиграли два гранта по миллиону я и Сафонов Роман Викторович. За счет денег, полученных от гранта, волонтерам удалось расширить свою деятельность. Сейчас мы занимаемся уже более расширенной сферой, то есть мы путешествуем по разным формам, также мы работаем по блокировке контента по-прежнему и помогаем людям бороться с мошенничеством, рассказываем, проводим лекции, ходим по школам, сейчас начинаем уже тоже ходить по университетам, чтобы просвещать людей, что такое мошенничество и как с этим бороться. Но основная задача активистов по-прежнему заключается в поиске и блокировке контента. Тем более сейчас запрещенная информация может принимать самые разные формы. Это может быть видеофайл, аудиофайл, текст песен, также книги или какое-то изображение. Терроризм, особенно среди молодежи, он довольно-таки популярен, и мы пытаемся вот эти все файлы бороться, чтобы молодежь была более чище, осмысленно, и потом думала о том, как это происходит, чтобы в будущем была здоровая страна. В планах киберволонтеров в будущем провести ряд тематических акций и встреч. В ближайшее время состоится цифровой онлайн-диктант, а осенью форум социального медиа-контента. Николай Кузнецов, Анатолий Баньков, Севенфорумбюро. Иллюстрации цветов терапевтических садов ждут посетителей выставки в Центральной городской библиотеке имени Льва Толстого. Персональную экспозицию подготовила архитектор и аспирант Никитского ботанического сада Инна Заика. Севастопольцам предлагают познакомиться с растениями, которые давно встречаются на территории города и обладают лечебными свойствами. Многолетняя Маргаритка Цикурья обыкновенная и медуница лекарственная. Порядка 40 растений представлены на персональной выставке Инны Заика. Девушка по профессии архитектор. Параллельно преподает в Институте развития города Севастопольского государственного университета. А еще аспирант в Никитском ботаническом саду. Инна рассказала, что идея создания выставки пришла во время подготовки гранта, посвященного терапевтическим садам. Это вылилось в такую серьезную работу, как разработка проекта по озеленению больницы Даши Севастопольской. Получилась такая идея, что кроме озеленения как таковой территории, там мы можем разработать некий сборник терапевтических растений, познакомить севастопольцев, гостей города, с теми растениями, которые непосредственно растут у нас. Автор иллюстрации говорит, что создавая сборник, удалось обнаружить лечебные и терапевтические свойства у растений, с которыми местные жители встречаются практически каждый день. Такая вот тема, когда человек присутствуя в этом саду непосредственно, не только удовлетворяет свои эстетические потребности, а также может немножко расслабиться. Это такие моменты, как ароматерапия, цветотерапия. Поэтому в свою очередь собрав информацию, много информации по терапевтическим растениям. Мы работали с госпожой Улейской, она сотрудник ботанического сада Никитского. Она нам предоставила очень много информации по этим растениям. На выставке все желающие могут узнать, какими полезными свойствами обладают цветы. Автор иллюстрации надеется, что севастопольцев заинтересует терапевтический сад и, возможно, зрители выставки захотят создать его, например, у себя во дворе. Это был бы классный тандем, действительно, если бы городские службы на это пошли. Но, собственно говоря, от нас должно последовать предложение, чтобы нам на это ответили, да, все-таки, да или нет. То есть, пока это вот на стадии разговоров и мечты. Но в системе озеленения городских пространств, я думаю, это было бы неплохо, потому что, в основном, все растения, они акклиматизированы для нашего региона, это не какие-то супердорогие экзоты, которые, ну, бывают, мы высаживаем, и они потом в течение какого-то сезона просто пропадают, вот, а все это наше родное. Персональная выставка «Ботаническая иллюстрация» продлится в Центральной городской библиотеке имени Льва Николаевича Толстого до конца марта. В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара открыта выставка с необычным названием «Не-ярмарка библиотечных мастеров». В ней 90 уникальных предметов от 35 авторов. В экспозиции представлены творческие работы, созданные руками сотрудников детской библиотечной системы Севастополя. В первые дни после зимы хочется приятных перемен, которые хотя бы на время смогут отвлечь от груза тяжелых проблем. В библиотеке имени Аркадия Гайдара весну решили встретить экспозиции, которые несомненно порадуют ценителей творчества и любителей рукоделия. Пейзажи и натюрморты изготовлены из разнообразных материалов подделки и аксессуары. Всего более 90 уникальных предметов от 35 авторов. Всех их объединяет одно. Они работают в детских библиотеках. Мы, конечно, знали, что наши сотрудники талантливы во всем. И это очень замечательно, что свое свободное время они посвящают такому прекрасному занятию. Но я еще хочу отметить, что своими навыками они делятся и с нашими читателями. Задача детского библиотекаря не просто прививать любовь к чтению подрастающему поколению, но и развивать творческие навыки ребят. Сегодня библиотека место, где не только можно взять домой необходимую книгу. Это особенное пространство, пересекая которое, ребенок может получить дополнительное развитие, обрести умение создавать красоту своими руками. Для этого не нужно приглашать мастеров-педагогов со стороны. Всему научат работники современных библиотек, в совершенстве владеющие многими техниками. Открывшаяся выставка наглядное тому подтверждение. На этой выставке представлены пять моих работ в разных техниках. Вышивка бисером, вышивка крестом, картины по номерам. Работы у меня очень много. В разных техниках есть и алмазные вышивки, есть и квилинг, и докупаж. Севастопольские мастера-библиотекари проявили небывалый полет фантазии. Отдельного внимания достойны созданные их руками аксессуары для женских нарядов, броши, изготовленные в единственном экземпляре из бисера, бусин и камней Сваровски, а также жилет и уютная шаль, вязанная крючком. Почему я именно ее представила? Во-первых, это самая последняя связанная мною вещь, а кроме того, что я обратила внимание, появилась интересная техника вязания в узоре использования объемных таких в виде шишечек вязания столбиков. Мне захотелось попробовать, ну, как мне кажется, у меня получилось. Большая часть представленных на выставке работ принадлежит специалисту библиотеки имени Аркадия Гайдара Нине Корчевой. Автор увлечена разнообразными видами творчества, а в последнее время ее внимание привлек акварельный скетчинг, быстрые зарисовки красками. Больше всего я, наверное, люблю фудскетчинг, рисование еды и скетчинг в путешествиях, когда ты можешь не просто сфотографировать то, что ты увидел какую-то достопримечательность или то, что ты попробовал какое-то блюдо местное там в кафе, но ты можешь это быстро зарисовать легким движением руки. Выставка «Не ярмарка библиотечных мастеров» работает в помещении Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара на улице Ленина, 76 до конца марта. Вход для посетителей свободный. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 марта в воскресенье в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 2-4 градуса тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей, 5 мальчиков и 4 девочки. А на сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильные плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте нтсдпс.тв.ком. Ждите новостей и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девочка-класс. Редактор субтитров А.Александректор А.Егорова Корректор А.Егорова